Полетели коптеры, полетели сизые, по полю, по полюшку, ой да по небу сызнова, ой железная ты птица, не понять тебе меня, все летает над землицей, коптер-птица без гнезда, на земле сидел андроид, опустивший голову, отчего тоскует робот от апгрейда нового. Ага, хорошо, что вообще получилось их вытащить. Сейчас, они загружаются. Качество так себе, но я сделала, что могла. На что мне смотреть? Опять фпс. Обратить внимание на устройство и охранные системы. Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из вирта сами. Сообщение проверить? Французы, блядь. Чтобы у него не было подозрений, старайся вести себя, как обычно. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе, что мне? Биочип? Где ты о нем слышала? Биочип не твоя проблема. Сними верт, принеси его нам. Тебе заплатят. Это твое единственное задание. Остальное тебя не касается. Поняла? На что мне смотришь? Ты про бандоль над раннеров? Я просто слышал, кто их использует. И кто? Говорят, что вадуисты. Но это просто слухи. Я не то, чтобы на сто процентов уверен. Ты про бандоль над раннеров? Их тяжело найти, они стараются нигде не светиться. Не знаю даже с чего начать. Как же тяжело что-то искать, а? Лица вообще не видно. Ну знаешь, в обычных условиях такое шифрование легко взломать. А в этот раз нет. Кто бы этой тетей ни была, она серьезный нет раннер. Или просто работает на пару с такими. На что надо обратить внимание на устройства и охранные системы? Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из вирта сами. Сообщение проверить? Только если сумеешь сделать это, пафе боги. Главное, чтобы у него не было подозрений. Старайся вести себя, как обычно. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе, что мне? Биочип? Где ты о нем слышала? Биочип не твоя проблема. Сними верх, принеси его нам. Тебе заплатят. Это твое единственное задание. Остальное тебя не касается. Поняла? Ни хрена не понимаю. Забыл включить, короче, запись. Мы тут смотрели листовки, типа, в пасифику надо ехать. Че скажешь? Теперь ясно, что случилось в облаках. Это они пытались ее обнулить. Из-за них сгорел ее чип. Не понимаю. Ее наказали за то, что она попыталась их наебать? Они поняли, что Эвелин знает гораздо больше, чем должна. Это от них она пыталась убежать. Женщина, которая наняла Эвелин. Знаешь, кто это такая? Первый раз ее вижу, если честно. Извини, Винь. Похоже, Эвелин довольно много нам не рассказала. Да вообще. Если бы я знала, во что она ввязалась. Ну, я так зла на нее. Она должна была только записать вирт. Круто, что она сумела организовать всю операцию в одиночку. И увезти био-чип прямо из-под носа у заказчиков. Она стала искать людей, и ее свели с тобой. Она вызвала огонь на себя. И на тебя. Здесь есть еще одна запись. Хочешь посмотреть? Да, конечно. Давай, похуй. Запускай. Меня уже ничто не удивит. Опять. ПФПС, не падай. На каком языке она говорит? Не знаю. На кривольском. Раз уж это вадуисты. Постойка. Французский, блядь. У меня где-то был автопереводчик. Ты пока попробуй настроиться на частоту телефона. Интересно, что говорит с той стороны. Просканируй телефон. О, ты гей-резун, манзе, ту интеллиженку, хорстап. Есть. Погоди секунду. Она говорила про Юри Нобу. Наверное, поэтому Эвелин спрятала эту запись. Я слышала еще одно имя. Что-то вроде... Надо перевести, что они говорят. Вдруг что важны. Опа. Я, кажется, нашла сборку автопереводчик. Он должен быть совместим с твоей системой. Давай остановлю. Типу приодержали. Типу приодержали. Типу приодержали. Типу приодержали. Кукла уже у нас. Типу приодержали. Типа, она слишком уж умная. Оставит нам проблем. Не смелится. У тебя есть другие? И, если ты закончил критикать мое решение, иди поработай. Так, ладно, мы это всё узнали. Окей, Джули. Хватит. Ладно, отключаем. Ничего не понимаю. При чём тут Джонни сидит? Опять? Он же умер. И это было сто лет назад. Вик, ты не знаешь? Помнишь, мы украли биочип? На нём была записана энграма Сильверхэнда. Энграма? Цифровое сознание. Конструкт личности. Слушай, можешь дать мне минутку? Мне надо всё это спокойно обдумать. Эм... Конечно. Конечно. Тоня, ты знаешь эту женщину? Есть идеи, как их найти? Блядь, Ви. Последние полвека я был мёртв. Уж прости, пожалуйста, что я не могу по первому требованию подать тебе все ответы на блюдечки с голубой каёмочкой. Слушай, что этим людям нужно от Альт? Да я-то откуда знаю? Ну, хотя бы предположи. Ты же видишь, как ни крути, всё равно все пути ведут к этой нетранерше. Главное теперь найти её. Я думаю, она много знает об этом биочипе. И, скорее всего, сможет нам помочь. Ты говорил, что нам уже ничто не поможет. Блядь, да просто найди эту креольскую тётку и всё. Подожди, ты уже знаешь, как выйти на контакт с вудуистами? А что, боишься, что я натравлю их на Эвелин? Нет. Сначала я тебе не доверяла, но если бы ты хотел отомстить Эвелину, ты бы уже давно это сделал. А что тогда не так? Просто хочу, чтобы у тебя всё получилось. Что ты будешь делать? Поспрашиваю людей, позвоню кое-кому. С вудуистами вообще всё сложно. Они к себе даже кошку незнакомую не подпустят. Надо понять, кто нас познакомит. Ну, тогда удачи. Надеюсь, всё получится. Спасибо, Джуди. Это тебе спасибо, Вей. Ты хороший парень. Крутой. Эвелин всегда судила о людях поверхностно. Если бы она познакомилась с тобой поближе, может, всё сложилось бы совсем по-другому? Если бы всё сложилось вот так, мы бы познакомились бы поближе, было бы как с тем корейцем, блядь, китайцем, японцем. Чпокалась бы со мной. Ничего к хорошему это в итоге бы не привело. Хер узнать. Я брезгую. Так, так, так. Коллекция Бушидо в формате брейнданса. Первые три части давно стали раритетом. Да ладно. Не, погодите. Если, допустим, я захочу сам брейнданс включить этот долбаный. Я бы все unlimited потенциально состоял. obviamente, я поразованно столкнулся. Подписывайтесь нашему о людях, придумаем стойку. То есть тут никак нельзя, да, самому включить бренд-данс? Да нахер я их покупал? Ты только посмотри на это. Думаешь, собирает их на досуге? После целого дня хардкорной порнухи я бы вообще не удивился. Мы уж с этим, блядь, с Сильверхендом уже помирились. Ой, помирились, подружились уже, блядь. Так лучше и братюни стали. Да. Чё ещё не такого интересного есть, что можно было бы обсудить вместе с Сильверхендом? Больше ничего, да, нельзя? Ни рыбки, ни аквариум, ничего, да? То есть мы здесь просто вот всё посмотрели. Ладно. Труши, блядь, чьи-то. Всё. Что? Что? Что я сейчас делал? Я что-то швырнул? Ладно. Ты чё, сука? Алкаш, что ли? Да сколько можно? Я не виноват! Пусти меня! Умоляю! Эй, пистюк! Ладно, шучу. Бежи! Так. Чё мы тут будем делать? Нам, короче... Ну, вообще, в какой-то шипе находимся. Так, короче, чё мы здесь будем делать? Даже вот не знаю, а чего можно тут вообще выбрать? Вот на перепутье. Допустим. Ух, как далеко, смотрите, я тут вообще прям в ебенях каких-то, блядь, потеряюсь. А, ладно. Допустим. А если это мы выполним потом, допустим? То это, получается, куда? Куда вообще-то будет? Это тоже туда. Нет, это уже ближе. Ладно. А-а-а... А если попробовать выбрать вот это? Так, позвонить мистеру Хэнсу. Ви, как жизнь? Мне нужно связаться с вудуистами. С их боссом. Поможешь им? Так-так. Значит, заходим сразу с козырей. Хм. Посс вудуистов, мама брижит. И связаться с ней будет тяжеловато. А мне казалось, ты можешь договориться о чем угодно. А, примерно так говорила моя третья жена, когда ей хотелось новую сумочку. Мама брижит? У них там что, какая-то религиозная секта? Не было случая спросить, почему у нее такое имя. Просто ее все так называют. Я очень сомневаюсь, что это как-то связано с религией. Вудуисты со своим гаитянским наследием обращаются довольно фрикольно. Я так понял, ты с ними не работаешь. Уж точно не со жрецами, боссами и кто там еще у них. Они там все такие важные, что со мной даже разговаривают. Если хочешь, я могу поспрашивать, поискать ли я тебя что-нибудь. Только сначала уточни деталь. Прости, это лично. Да, очень полезная деталь. У меня то, что они ищут. Неужели ты хочешь что-то загнать вудуистов? Поверь мне на слово, им от нас ничего не надо. Они живут в своем мире, со своими контактами, сетями и технологиями. Но, как знаешь, я посмотрю, что можно сделать и перезвонить. Круто. Ладно, дальше что? Так, потерянный рай. Друзья. Это тоже ближе, да, было? Ааа, сюда, короче, идем. Да. В принципе, не так бедуко. Можно подобраться и по крышам. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Пизда. Этого нельзя так оставить. На нем ведь форма была. О, там же песня играет, из Devil May Cry, группа эта. Где здесь песня Виктора Цоя? Челочки. Эх, 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 телочки. Ладно. По херу сыграем в GTA или это Subnautica. Я не знаю, что это. Че, и-е-е, и все, да? Сюда. 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 я просто в ахуя от того как здесь все запутано там было репли из хищников чужих парам поня полная короче куда и куда идем наверх так короче что у нас тут мост короче какой-то и кипеня какие-то непонятные 5 машины это плохо ладно просто по дороге можно не пашки кому какая разница ведь даже не допрыгнешь да что-то я немножко запутался я вообще пойду я думал мет машина можно брать прикинь просто спил и все так стоять стоять все и 5 fps проседать тростью вот так а как и живая еще ну и все машинку мы себя приобрели как же тут долго ехать-то надо а и и и а тут можно посигналить тоже да господи я приеду когда-нибудь уже на эту поеботу а вот она еще я в принципе могу просто поехать прямо по прямой и ну да как то так при этом попутно машину просто разгибать кх-кх-кх я думаю проще перемотать уже момент и наверное я уже дошел Джатара Щоба. Абсолютный психопат. Пытает кукол, снимает это на видео и продает таким же уродом, как он сам. Шельмы, наконец, его отследили? У тебя есть возможность воздать этой гниде по заслугам и заодно немного под дорогой. Все подробности в письме. В город приехал фиксер из Советского Союза. Мой клиент хочет познакомиться с ним поближе. Съездив порт Кабуки, поставь его тачик на тачку дорогого товарища. Это авто он притащил с собой из страны Советов. Почитай по-кробности. Ммм, опять про Советский Союз. Удачи. Говорю тебе, надо еще полночить. Так, кидаем гранат. Ой, вы ебища лесная! У меня эти гранат много, а у вас взаги... Опа! Ну, и все. Нет, и все. Саутища. На, чьи роботы, блядь, не падай сейчас. Нет, это уже... это уголю я. Нет. Убить. И все. Ты нахер в козел. Нет, 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 нет. Не убежишь, не скроешься. От кого прячемся? Все. Иди-ка ты нахуй. Все. Типа это советские роботы? Ничего. Ха-ха! Ему пиздец! Так, мы черная себе быстро жопы. Все. Все, тростью, супенером, это всех покараем. Все. Так, нет. Нам надо не здесь. Где здесь супер-пупер машина с Советского Союза? Где? Надо поставить, типа, этот датчик. И все. Так, наверное. Куда? Тут же он был где-то. Все, нету? А, вот. Нет, не оно. Ну ладно. ФПС-очка продолжает проседать, и картинка попиздедит. А-а-а. Ты застрял просто здесь, да? Ну тогда ясно. А, вот и машинка. Ну и все, че? Ну и все. Вин, это дело надо было провернуть по-тихому, не привлекая внимания. Ну ладно. Жучок на месте и на том спасибо. Остается надеяться, что его не найдут. Заказ запрет. И взлетела робот, птица, лопасти не крутятся. Разредилась батарея, GPS не грузится. Он летит на высоте, да на особой частоте. Коптер крыльями шуршит, да и по небу летит. Будто шмель летит, жужжащий, слышу радиошумы. Знаем роботы, все сильны. Жаль, что роботы не мы.